еще раз добрым утром дорогие друзья вы на первом развлекательном я еще раз хочу от всего сердца поздравить с истинно мужским праздником абсолютно всю половину сильную половину человечества с праздником вас дорогие мужчины ну и сегодня у меня в гостях настоящий мужчина который знает о самообороне все и даже больше роман цуркана доброе утро рома является вице-президентом федерации универсального боя основательного вида спорта метание ножа ром с праздником 23 февраля как ты считаешь вообще в принципе 23 февраля это день защитника отечества день тех людей которые все-таки имеют отношение к армии и и не только или это все-таки день всех мужчин ну не знаю как вам даже однозначно сказать то есть и защитники отечеством важны и все мужчины потому что работы разные бывают но я все-таки склонен к тому чтобы превращать его все-таки защитников защитников отечества да вот об этом мы как раз и поговорим сегодня да потому что ну с годами истинно мужская роль добывать то есть ходить на охоту и ходить на войну она все-таки сохранилась и дай бог на самом деле повода встречи с романом у нас многое и один из них это естественно 23 февраля ну а самое главное этого это воскресенье уже до молдове состоится 2 по счету чемпионат по рукопашному бою открытый чемпионат республики молодого подробности хотим подробности этого открытого чемпионат но он проводится во всех возрастных категориях у нас очень много спортсменов приезжает ну вот как показывает практика этого года в этом году заявилась ну процентов на мы посчитали где-то процентов на 40 больше уже народу чем в прошлом году это всего лишь второй год подряд проводится мы поступательно как бы идем вперед это хороший экзамен может быть даже ну спорт как спорт хороший экзамен наверно силы духа какой-то там вот вот каких-то мужских качеств чего-то преодоления да то есть это сплочает коллективы более становится не знаю наверно более дружными какие коллективы вот принимают участие в этом году если если в прошлом году у нас приняло порядка восьми клубов то вот буквально мы подсчитывали вчера ориентировочное количество клубов уже на сегодняшний день записала вас записалась 18 18 больше чем в два раза ну да то есть еще не так много потому что люди пробуют заявляют не так много людей но у нас как показывает практика на следующие соревнования заявляется гораздо больше здорово я так понимаю что это не единственное событие кстати где во сколько она состоится к вам приглашать это будет в здании госуниверситета физкультуры и спорта это будет воскресенье начало боев у нас девять утра целый день будут соревнования спарринги ну и так далее вот воскресенье мы всех ждем на соревнованиях что спортсмены будут субботу проходить жеребьевку взвешивание все формальности которые необходимо сволести до соревнований воскресенье уже начало соревнований здорово я знаю что этот учебный год будем рады такой учебный год очень был богат события в вашей федерации мы сегодня поговорили о говорим о республиканском чемпионате но в этом году ты в учебном году но в 2016 у вас состоялся чемпионат мира да мы не можем не коснуться этой темы и так чемпионат мира который проходил в молдове по рукопашному по рукопашному бою здесь расскажите о нем сколько стран участников в конце сентября в республике молдова проходил чемпионат мира по рукопашному бою среди юношей это возрастная группа там 14 15 16 17 лет было порядка девяти стран чемпионат прошел достаточно высоком уровне хоть мы просто все очень переживали потому что первый раз мы организовали именно мир у нас уже до этого есть опыт организации всевозможных там международных турниров чемпионатов европы но мир мы на себя в этом учебно в прошлом году но блин получился не комом ну нет у нас уже было вот вы видели фотографии да это было с первого чемпионата республики то есть у нас уже есть опыт годами то есть на сегодняшний день я вам скажу так что одну из организаций которые возглавляю в этом году будет 20 лет так что мы не первый раз что-то делаем вот он и опыт помимо этого ваша федерация занимается другими проектами которых о которых мы тоже должны коснуться во первых вы стали поддерживать подрастающее поколение расскажите в двух словах о проекте для школьников но у нас подписан договор сотрудничать сотрудничестве с генеральным инспекторатом полиции республики молдова в рамках этого у нас создана совместно программа по юридической и практической самообороне вы просто приходите в школы мы проводим семинары мы проводим семинары по школам со школьниками то есть по вопросам именно практической безопасности когда они выходят из дома то есть это не набор приемов до каких-то там тех или иных это может быть скорее всего поведенческий набор как идти там на что обращать внимание когда там вытаскивать наушники когда одевать когда снимать капюшон как заходить в подъезд как звать на помощь ну там из очень многих предметов и уже какие-то вещи практически да они могут попробовать ну чисто тренировочного характера да они могут попробовать зале в спортзале но есть много моментов зная которых зная которые вовремя да то есть шанс на то что ребенок попадет в ту или иную неприятную историю да он может кратно сократить и такое что 50 школ вы уже объяли эти семинары есть решку то 50 семинаров мы уже на сегодняшний провели это уже да есть цель объять абсолютно все школы да то есть задача задача это стопроцентное покрытие республики молдова раз и пока мы пройдем стопроцентное покрытие республики то есть сделать эту программу универсальной для того чтобы внедрить ее уже в школы потому что я говорю что данные уроки выучив один раз как навык тебе останется на всю жизнь то есть если вы один раз научились чистить картошку вы не разучитесь ее чистить даже если не будете чистить его год два три пять не могу не затронуть ваш другой проект который касается автобезопасности давайте в двух словах пройдемся о нем то есть автобезопасность и так понимаю проект который вы создали когда и для кого но мы начинали вообще там может быть там ну я не знаю с двух-трех пунктов на сегодняшний день в этом проекте 18 тематических пунктов для изучения да а подошли мы к этому вопросу таким образом есть школы автошколы до которые учат с нуля людей учить до ездить есть автомобильный спорт есть контраварийное вождение а зачем нам нужно например автомобильная безопасность но я вам объясню для чего когда человек получает права выходя на улицу он сталкивается с чем замкнула машина загорелась привет 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 сейчас роман пугаете те кто собирается давать но это объективная действительность посмотрите интернет да привет албешуара машина утонула хулиганы на парковке украли машин вот в связи с этим у нас вопрос вообще от редакции да не отпугивают ли вот не отпугиваете ли вы тех людей которые вот только-только собираются встать на путь авто любителя да скажем так вот такими вот такими вот видами такой постановкой то есть я вам отвечу я вам отвечу сколько людей у нас за лето тонет в море от этого вы же не перестаете ездить на море а что делаете для этого учитесь плавать для того чтобы не утонуть то же самое с автомобилем никто не вы знаете у меня было последний день проекта да то есть встреча с иностранцами единственное что я им не смог объяснить это автоподставу а все все остальное они поняли они говорят окей у нас также ром времени очень мало так учиться объявляет на буквально два предложения о ионе куцелаба как просто молдавский парень поколе покорил весь мир но это трудолюбие помноженное на ваших не на трубу нет это воспитанник игоря рота руда президента федерации универсального боя вице-президентом которые являюсь значит долгие годы труд грамотное вложение в спортсменок грамотное его продвижение это очень серьезный путь по причине того что это олимп на сегодняшний день мы можем гордиться нашим молдаванином который попал на олимп олимпов я вам скажу больше что с ним уже второй раз подписали контракт продлила лига и все продлила контракт и он будет продолжать представлять наше государство потому что где бои проходят в канаде в америке вот этот бой если не ошибаюсь проходил в америке он дерется сейчас с американцем то есть на понимаешь что миллионные контракты ну сумму контрактов может озвучить только промоутер если он захочет это сделать но я вам скажу это наш молдавский парень будем говорить так выступает там куда на всем шарике земном до хотят люди попасть ну что ж дорогие друзья это показывает только одно что наши люди пробиваются везде и наши мужчины очень достойны мужчины роми благодарю вас за эту беседу еще раз поздравляю с 23 февраля оставайтесь достойным мужчины и продолжайте в своем духе воспитывать подрастающих поколений не посрамим но мы движемся дальше с большим удовольствием хочу предоставить слово моему коллеге денису рында с огромным удовольствием поздравляю его с 23 февраля